Тесное сотрудничество с родителями в детском саду Пяксики Сил Ламя играет важную роль в процессе обучения и развития детей. Помогает также расширять их кругозор. В Пяксике неоднократно проводились репортажи с мастер-классами, в которых участвовали и дети, и родители. Мастер-класс с мамой Лиз, Майей Лулу, получился увлекательным и необычным. Доказательством была увлеченность детей в процесс творчества. Причем интерес был не только у девочек, но и у мальчиков группы Келлуке. Ребята словно побывали в творческой мастерской. Чтобы детям наглядно продемонстрировать, чем занимается Майя, она принесла с собой швейную машинку и всевозможные ткани. Дети узнали, что ткани отличаются по фактуре, качеству, из которых получается такая разная одежда для взрослых и детей. Благодаря такой наглядности ребята познакомились с еще одной профессией взрослого. Это модельер, дизайнер одежды и портной. Ребята сами начертили выкройки из бумаги, а затем вырезали из ткани заготовки изделий. Вместе с Майей сшили одежду для кукол. Помощь в проведении мастер-класса оказывала дочь Лиз. В учебной программе детского сада включены темы знакомства с профессиями взрослых. Для ознакомления с ними педагоги используют разные материалы. Но больший интерес всегда вызывает наглядное представление и демонстрация изделий труда взрослых. В рамках предприимчивой школы в нашем детском саду одно из направлений работы является знакомство с различными профессиями. И, конечно, большую помощь в этом оказывают нам наши родители. Они знакомят ребят со своими профессиями, увлечениями. И это помогает расширить знания ребят именно практическим путем. Связать с реальной жизнью все знания, которые они получают в детском саду. И у нас довольно часто проходят такие мастер-классы, за что мы благодарны нашим родителям за помощь, поддержку, за то, что они к нам приходят. И надеемся в дальнейшем на дальнейшее сотрудничество. Вовлечение детей в сам творческий процесс – прекрасная идея Майи Лулу. Детская инициатива выражается не в том, чтобы ребенок захотел помочь взрослому. Значимо именно то, что дети делают сами. Демонстрация готовых изделий была конечным результатом мастер-класса, в котором участвовали сами дети, увидели результат своего труда. Поэтому педагоги реализуют учебные планы через практическую, продуктивную, творческую деятельность. А главное – такую интересную и познавательную для детей. И сегодня деткам давала мастер-класс. Мы прошли легкие основы конструирования, ну совсем легкие, да, чтобы примерно они понимали. Горловина, плечи, пройма, длина. Ознакомилась с тканями, которые бывают. Ну все виды хлопок, джинс, пальтовая ткань и какие-то декоративные ткани. И мы немножко выкроили такое маленькое платье и его сшили. Я думаю, это вообще было интересно, во-первых, само ознакомление с тканями, что они вообще разные. Разная фактура, разная структура у тканей. И думаю, что им будет интересно вообще даже проверить сегодня свои вещи в своем личном гардеробе, да. Потому что я объяснила, где хлопок, где джинс, где какие-то декоративные ткани. Я думаю, что это западет им в голову. И даже вот эта вот элементарная плечи, горловина, пройма, они тоже будут понимать вообще, что это в одежде, что бывает в конструировании. Ну, моделирование, конечно, тоже своего рода, да, мы сегодня прошли. Но думаю, что, конечно, это будет интересно и им это запомнилось. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.